Детская библиотека номер 9 округа Майская горка представляет От Рид Бройслер «Маленькое привидение» От Рид Бройслер появился на свет 20 октября 1923 года в Чехии в городе Райхенберге. С малых лет будущий великий сказочник интересовался историей родного края, любовь к которому привил ему отец. Папа Отфрида собирал местные предания, легенды и сказки, чтобы потом пересказывать их своему сыну. Родители будущего писателя были обыкновенными школьными учителями. Несмотря на это, они владели сказочным богатством – огромной домашней библиотекой, в которой очень любил проводить время маленький Отфрид. Книги стали его страстью. Он взахлеб читал самые разные издания, начиная от добрых сказок и заканчивая серьезными, внушительными произведениями. Отец рассказывал маленькому Отфриду много интересных историй, в которые принимали участие сказочные существа – водяные, эльфы, лешие. Это и отразилось в дальнейшем на творчестве писателя. В большинстве его произведений задействованы волшебные создания. Почти все знаменитые сказки известного писателя – про фантастических существ, которых объединяет одно – они все маленькие. Не просто маленького роста, а прямо малыши. Поэтому и шалости у них, и мысли, и приключения – совершенно детские. Маленький водяной в красном колпачке живет на дне мельничного пруда. Маленькое привидение – в старом замке. А маленькая баба-яга – в лесу, где она готовится к сдаче экзамена на взрослую ведьму. Все они станут вашими друзьями, если вы не испугаетесь нырнуть в воду, пролезть сквозь подземный лабиринт и полетать на метле. Давайте поближе познакомимся с одним из персонажей сказок Отфрида Кройслера – «Маленькие привидения». Замок Ойленштайн С незапамятных времен проживало в замке Ойленштайн одинокое маленькое привидение. Это было одно из тех безобидных маленьких привидений, что появляются ночью и никому не делают вреда, если их, конечно, не трогать. Днем оно спало на чердаке замка в тяжелом дубовом сундуке, окованном железом. Сундук был надежно спрятан за дымовой трубой. У подножия замка Ойленштайн лежал городок Ойленберг. В полночь часы на городской башне били двенадцать. С последним ударом часов маленькое привидение открывало глаза, потягивалось и зевало. Потом из-под связки старых писем и документов, которые служили ему подушкой, оно доставало связку ключей. Ключей было тринадцать. Маленькое привидение всегда носило их с собой. Стоило ему качнуть ключами, как запертый сундук сам собой открывался. Маленькое привидение выбиралось из сундука. Многие годы никто сюда не заходил, и поэтому заброшенный чердак замка был весь в паутине, а пыли скопилось невероятное количество. Она толстым слоем лежала на полу, и при малейшем движении в воздухе поднимались целые клубы пыли. Каждую ночь, когда маленькое привидение вылезало из сундука, в нос ему набивалась пыль, и оно чихало. Раза два, встряхнувшись, оно окончательно просыпалось. Затем маленькое привидение выплывало из-за трубы и отправлялось бродить по замку и его окрестностям. Как и все привидения, оно было невесомым. Но, к счастью, маленькое привидение носило при себе связку из тринадцати ключей, иначе малейшее дуновение ветерка унесло бы его невесть куда. Но ключи маленькое привидение носило не только поэтому. Стоило ему коснуть связкой ключей, и перед ним открывалась любая дверь или любые ворота. То же происходило с сундуками, шкафами, комодами, чемоданами с печными заслонками, ящиками столов, слуховыми и подвальными оконцами, мышеловками и так далее. Маленькое привидение очень гордилось своими ключами. Без них, думало оно иногда, жизнь бы была намного труднее. В плохую погоду маленькое привидение бродило по комнатам замка, где теперь был музей. Там было собрано множество старинных картин, кольчуг, пушек и копий, сабель и пистолетов. Маленькое привидение катало по полу пушечные ядра. Ему нравилось слушать их грохот. А иногда оно разговаривало с дамами и господами, изображенными на картинах. Картины в золоченых рамах висели в парадном холле музея. «Добрый вечер, старик!» говорило, например, маленькое привидение, подходя к портрету графа Георга Казимира. «Помни, что Октябрьскую ночь, 550 лет назад, когда ты побился об заклад с друзьями, что поймаешь меня и своими руками вышвырнешь в окно. Признаюсь, это меня действительно встревожило, поэтому не сердись, что я так сильно напугала тебя. Но зачем было выпрыгивать из окна третьего этажа? Тебе еще повезло, ты упал в ров с водой, а иначе все могло бы закончиться не так благополучно». Иногда оно останавливалось перед полным господином с рыжими усами, в кожаном камзоле, с кружевным воротником. Это был никто иной, как сам грозный шведский генерал Торстен Торстенсон. «Триста двадцать пять лет тому назад генерал со своей армией осадил замок Олленштайн в городе Ойленберг. Но, не простояв тому несколько дней, однажды утром он неожиданно снял осаду и ушел со своей армией домой. «Как поживаете, генерал?» говорила маленькое привидение, останавливаясь перед портретом. «Знаете, некоторые сейчас ломают голову над загадочным вопросом о вашем поспешном отступлении. Но не волнуйтесь, генерал, я и слова не пророню. Ну, может быть, расскажу об этом только своему другу Филину Шуху. Он любит разные истории». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok